Клара Усенова, мать погибшего в тот роковой вечер Багдада, на суде однозначно заявила, что считает Сабыржана и Есетханулы не только соучастником убийства, но и по сути совершившим террористический акт. Они в школу ворвались вооружённые, открыли стрельбу, двоих ранили, одного убили. За ужесточение наказания выступал и прокурор обвинения. Прошу признать, Есетханулы соучастником группового убийства. В то же время адвокат Сабыржана и Есетханулы указывал, что его подзащитный уже дважды представал перед судом по данному обвинению и в последний раз жюри присяжных вынесло вердикт, что он виновен лишь в хулиганстве. Коллегия апелляционного суда, взвесив все обстоятельства, оставила ходатайство потерпевших, настаивавших на приговоре в 18 лет заключения, без удовлетворения. Оставить приговор в суда первой инстанции без изменений. 22 марта в поселке Агдала в школе Ерубаева проходил спортивный турнир. Сельские любительские сборные проводили дружественные встречи. Капитаны двух команд Гани Кадиров и Багдад Усенов не поделили одного игрока. Ссора переросла в драку. Затем Кадиров собрал подкрепление двух родственников, которые вооружились травматическим оружием и винчестером и вновь вернулись в школу. Здесь они открыли стрельбу под взрослым и школьникам. В результате на месте был убит Багдад Усенов. Тяжелые ранения получил Куанды Крахимбергиев. Был также ранен один школьник. Главный зачинщик кровавой перестрелки Гани Кадиров сдался полиции спустя две недели. В ноябре прошлого года он был приговорен к 20 годам заключения. Спустя полгода после происшествия был задержан его подельник Сабыжан Есетханулы, который сейчас предстает пред судом. Ему предъявлялись обвинения в соучастии в групповом вооруженном убийстве. Однако суд с участием жюри присяжных вынес свой вердикт. По решению жюри присяжных Есетханулы признан виновным в хулиганстве. Приговором суда ему назначена мера наказания в виде двух с половиной лет ограничения свободы. Подсудимый освобождается из-под стражи в зале суда. Сторона потерпевших намерена обращаться в Верховный суд.